Новосибирск получит 26 миллиардов рублей на строительство 4-го моста через Обь. Он свяжет площадь энергетиков и Южную площадь. Правительственная комиссия одобрила проект. Федеральные деньги это 75 процентов от нужной суммы. Губернатор Владимир Городецкий уже назвал получение гранта победой. Однако проезд по мосту будет платным, стоимость строительства вызывает вопросы, а выбранное место новосибирцы считают неудачным. Светлана Шуваева подробнее. Кроме губернатора в Новосибирске федеральному гранту, похоже, мало кто рад. Проект государственно-частного партнерства критикуют со всех сторон. Консессионеру, который вложит 10 миллиардов рублей, изначально гарантировали прибыль 91 миллиард. После неудобных вопросов депутатов ЗАГС собрания, откуда такая сумма, выплаты пообещали сократить вдвое. Однако в документах цифры до сих пор не исправили. У меня создалось впечатление, что это изначально была сумма завышена для того, чтобы кто-то, наверное, положил себе в карман. Такие золотые парашюты. И ответа на вопрос, кто в этом виноват, мы до сих пор не получили. Спрашивали у министров. Министры говорили, ну вот, что вы нас ругаете, вы видите, мы как хорошо, какие у нас хорошие специалисты, они вот исправили этот недочет. Но чей это был? Кто вот такую цифру? И как вообще можно было ошибиться в два раза? Заявку на федеральное финансирование подавали именно с первоначальными суммами. И под эту программу ее получили. Однако чиновники обещают исправить цифры в документах до 7 июня. Вы помните, у нас были долгие дискуссии с депутатами ЗАГС собрания. Мы с ними долго пересчитывали эту финансово-экономическую модель. В результате она уже настолько выверена, что на все вопросы депутатов мы там смогли ответить. Устранили все замечания и ошибки. И сегодня сумма минимального гарантированного дохода составляет 48 миллиардов рублей. Проезд по мосту будет стоить для легковых машин 100 рублей, для большегрузов 300. Если люди не поедут, все убытки консессионера компенсируют областной бюджет. Депутаты называют это кабалой для жителей региона. За право стать инвестором на столь выгодных условиях борются три компании. По некоторым данным за ними стоят московские олигархи. Общественники предполагают, что новосибирских чиновников интересуют деньги, которые областной бюджет потратит на подготовку площадки под строительство моста. Будет очень интересно поковыряться в документах и посмотреть, как за консессионером стоят Рутенберг, Ковальчук, еще кто-то. А кто стоит за этими тремя миллиардами рублей, которые планируется потратить местному бюджету на выкуп земель. Я думаю, что мы там увидим огромное количество известных фамилий новосибирских чиновников. Предполагаю. И все эксперты сходятся в одном. Дорожное строительство в регионе на многие годы окажется замороженным. Не будет ни новых дорог, ни развязок. Для сравнения, Бугринский мост стоил 17 миллиардов, четвертый оценивают в 40. На эти деньги можно было бы построить два моста в Нижней Ильцовке и на Сухарной. Еще осталось бы на юго-западный транзит. При этом дорожную ситуацию центральный мост не только не улучшит, но и, возможно, усугубит. На Южной площади уже есть дорожный объект, не оправдавший вложений. Конструкция, так и не ставшая развязкой, стоила два с лишним миллиарда рублей. Новосибирцы, стоящие здесь в постоянных заторах, называют ее горбом Городецкого и единственной за Уралом двухуровневой пробкой. После завершения строительства четвертого моста пробка, по мнению экспертов, станет уже трехуровневой. Съездов на Большевистскую или Красный проспект проект не предусматривает. Строительство моста собираются начать уже в этом году. Светлана Шуваева, Антон Мамаев. Новости здесь, Новосибирск.